вот такая вот у нас идиллия иногда бывает по утрам да посмотрите какая прелесть посмотрите какая у нас мокрая погода как же все-таки мокро посмотрите ой осень осень прям осень осень сильная осень прям все мокро мокро так неприятно на самом деле никуда не денешься все равно нужно делать свои дела я приехала в институт за консультацию по поводу диплома своего немножко нервничай на самом деле вот поэтому познакомлюсь с руководителем со своим никто не отменял учебу вот поэтому конечно сейчас намного сложнее таки когда ребеночек только родился и очень спокойно лежит там два-три часа спит это одно а когда сейчас у нас прорезываются зубы то это конечно намного намного сложнее вот кстати мы сегодня уже с утра быстренько быстренько съездили на прием к терапевту педиатру вернее вот нас посмотрели сказали что вроде бы зубы и сверху и снизу лезут сразу поэтому конечно мы очень беспокойно спим ночью я даже не знаю когда не найти время чтобы он садится писать но ничего будем искать потому что все равно закончить надо осталось совсем чуть-чуть вот еще зимнюю сессию пережить диплом защитить ура просто класс вот так что вот так побегу на консультацию очень много машин именно вперед сессии поэтому как положено припарковаться не получается приходится на той стороне это делать ничего я очень быстро справлюсь я думаю поэтому так тут у нас мокренько длинные коридоры университета эти очень интересные надписи и вот так вот аж на пятый этаж причем два пролета ступенек очень-очень трудно и тяжело особенно когда я была на последнем месяце беременности это было очень сложно вот такая вот мозаика находится на пятом этаже на кафедра мая на пятом этаже находит так что пришлось подниматься такой шикарный вид из окна здорово стоял улюбовался бы улюбовался бы немножко отдышусь это все-таки пятый этаж с непривычки и моя маленькая машинка тоже стоит кстати уже скоро менять резину придется осень пока еще теплая еще пока не пришлось поменять но уже скоро нужно будет так что такая мокрая и синяя погода спускаться намного приятнее чем подниматься так что я уже все я уже вернулась и успела даже съездить быстренько за продуктами так что ну все как обычно колбаса сыр салатик творог масло а кстати вот хотела показать посмотрите какой интересный соус купила будем пробовать манго чили я думаю будет очень вкусненько да помощник ты помощник помощник а еще морозье помидорки которые я купила хотела показать купила вот такие вот помидорки сейчас тоже быстренько открою они называются кумата вот такие они вот зелененькие что ли они не зелененькие они на самом деле темненькие вот такие вот никогда не пробовала но наслышано что очень очень вкусные решила взять попробовать так что будем салат готовить из интересных помидоров так что надо так салате колбаска сейчас перекусим с маруси йогуртом наверное да сейчас я вам покажу вот такой вот йогурт сейчас маруси будем кушать вот очень удобно вот такая баночка килограммовая тут абсолютно натуральный йогурт без всяких добавок без ничего мы уже добавляем свое домашнее варенье вот то есть это по-моему йогурт польского производства натуральный у нас вот в данный момент это трехпроцентный он разной процентности есть вот но нам нравится очень вкусненько особенно с домашним вареньем клубничным с таким свеженьким класс так что будем перекусывать сейчас так что вернулась я уже из университета вот сейчас мы поедем фотографироваться с димасом в том что мы собираемся оформлять за гранд паспорт димону и хорошо что я позвонила на сайт не на сайт а на горячую линию хотя не с первого раза поняла что нужно делать в том что когда заходишь на сайт миграционной службы там не написано о том что детям до пяти лет нужно приходить с фотографии уже готовой вот поэтому я думаю что там сразу будут сканировать то что мама одевает что-то белое берет ребеночка сканирует и как бы на документы все пожалуйста но думаю на всякий случай позвоню уточню и каким же было мое удивление нам буквально через два дня оформлять документ и хорошо что я позвонила и узнала что оказывается нужно приходить с фотографией ребенка вот это должна быть фотография 10 на 15 вот и там 70 процентов лица должно быть естественно рот должен быть закрыт ну и естественно у кого там как дети конечно фотографируются но слава богу я думаю будет все хорошо и вот надо фотографию 10 на 15 но фотографы в принципе знают как там что должно быть вот поэтому сейчас димасом еще быстренько мотнемся сразу сделаем фотографию чтобы документы были готовы всем так что чтоб потом уже не дергаться не суетиться а еще хотела вам рассказать по поводу наших крестин я ставлю чуть-чуть там видео потому что мне кажется все таки это такое более таинство крещения как бы показывать воочию то есть как что происходит ну наверное не очень корректным наверное будет вот поэтому чуть-чуть ставлю моменты нашего такого волшебного действа вот крестной мы взяли сашу это у нас получается старшая дочка на самом деле так можно я посчитала что это будет самый лучший вариант потому что когда берешь подружек все таки с годами жизнь иногда разводит иногда кто-то кто-то уезжает кто-то как-то расстаются дружба там может быть заканчивается я не знаю но во всяком случае по своей семье по себе лично я знаю у меня крестные и крестная это родственники близкие родственники то есть это брат и сестра моего отца вот до сих пор вот уже у меня свои дети взрослые и в моей жизни крестные и крестные присутствуют вот поэтому мне бы хотелось чтобы моих детей тоже так было вот но когда это первый ребенок здесь понятно у тебя есть там брат сестра и они могут покрестить твоего первого ребенка со вторым уже немножечко сложнее уже начинаешь искать друзей подружек ну а с этим это вообще уже такая ситуация то есть ищешь тех кого бы кто бы мог кто бы хотел потому что бывает так что не все хотят становиться крестными поэтому я решила чтобы не привязываться никому крестным и возьмем сашулю вот она будет ему наставницей в любом случае вот и она всегда будет рядом по жизни где бы я не была и как бы не складывалась и и жизнь димаса жизнь для меня это например очень идеальный вариант крестных вот так что вот так у нас у нас было крещение индивидуально на самом деле это сейчас и так происходит ну вот в любой день сейчас происходит крещение ну а так все очень скромно тихо без пафоса мы покрестили потом съездили отметили тихонечко посидели это в узком кругу вот ну и теперь у нас димас крещенный вот вот так вот вот так вот у нас происходило это мероприятие а Да, так что едем мы с дружочком фотографироваться, да? Как тебе? Я не очень сильно его одела, так что очень по-быстрому справиться. Да, уже кресло можно развернуть вперед, но пока мы что-то никак этого не сделаем, да, скажи? Да, поедем фото делать. Так что так, мы поехали фоткаться. Дружочек, расскажи, как тебе понравилось фоткаться? Да, кстати, фотографирование у нас прошло все отлично. Да, так что мы уже отфотографировались, вот, все отлично у нас прошло. Буквально через час я схожу, заберу уже фотографию. Вот, как раз сейчас, наверное, покормимся, да, и уложу спадки. Да, Лесенька пришла тут. Да, девочка тут моя. Вот, так что нормально у нас, ну, у нас, в принципе, Димас хорошо себя ведет. Вот, при фотографировании, вот, сфоткались. Дело в том, что если что-то не получается, если фотограф фотографируют, то можно прибегать к услугам дизайнера, что ли, да, да, дизайнера. Но это дополнительно оплачивается, вот. Ну, в принципе, все очень просто. На самом деле, фотография. Единственное, конечно, мне не до конца понятно, ребенку чуть больше полгода. Паспорт дается на 4 года. Интересно, вот, как за эти 4 года, естественно, ребенок будет меняться. Фотография будет еще до года ребенка. Поэтому, как это все на паспорте? Ну, уже как поедем оформлять паспорт, я думаю, узнаем больше все подробности. Обязательно вам расскажу потом. Забрала я фоточку, и вот она, вот она, вот она. Та-дам! Такой классночек получился вообще. Я очень довольна. Вот, так что фотографию возьму. Я такого ребенка, наверное, не нужно брать с собой. Что очень приятно. Так что, поедем оформлять за гранд паспорт. Ну что, девчоночки, ребятки, сейчас делаю салат. Вот, делаю из вот этих помидорок, которые купила. Что хочу сказать. Не знаю, я не поняла. Попробовала, не поняла, чем они особенные. Что у них такого вкусного, супер вкусного. Пока что не поняла. Поэтому решила вот замиксовать обычные такие. Вот, может быть, им надо полежать, набраться. Может, они немножко недоспелые. Я не знаю, почему. Ну, внутри они такие вот, видите, полузелененькие, что ли. Вот, я хочу сказать, что черри коктейльный мне нравится намного больше. Они вкуснее, слаще. А эти как-то вот, ну, ничего такого мы не поняли. Вот, добавляю еще вот такие вот веточки салата. Прикольненько. То есть, осенью нужно кушать витаминки. Так что, будем кушать салатик. С новыми помидорами, но со старым вкусом. Как-то так. Вот такой вот у нас салатик получился. Такой красочный. Вот, так что мы решили мы сделать салатик со сметанкой. Так что, вот такой салатик с помидорками, огурчиками и листьями салата у нас получился. Так что, если вы кушаете, всем приятного аппетита! Салатик. 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 Салатик.